В прямом эфире новости вас приветствую я, Екатерина Булучевская, и вот главные темы выпуска. Омск в дыму. Эксперты раскрыли причины утреннего смога. Их профессия – созидать. В преддверии Дня строителя власти чествуют лучших специалистов отрасли. Всегда рада гостям, если они – тараканы. Амичи жалуются на старушку, которая превратила собственную квартиру в мусорный полигон. Зачем мадам Плюшкин коллекционирует хлам и есть ли на нее управа? Будет и на нашем поле праздник. Еще только начало игрового сезона. Амичи вас верят? Губернатор поддержал Речников после обидного проигрыша в первом домашнем матче сезона. И свидание со звездами. Этой ночью Амичи увидят самое яркое падение метеоров. Расскажем о выгодных точках для наблюдения. В Омской области появится крупный логистический центр одного из популярных онлайн-магазинов. Уже подписано соглашение о его строительстве. Договор заключили губернатор Александр Бурков и глава компании Татьяна Бакальчук. Известно, что возведение складов начнется в 2023-м. Их площадь составит порядка 100 тысяч квадратных метров. Как отметил глава региона, этот инвестиционный проект – значительный вклад в экономику Омской области. Будет не только решен кадровый вопрос, появятся 5000 новых рабочих мест, но еще и увеличен внешнеторговый оборот. Через Омск товары могут экспортировать в дружественные страны. В региональной Минприроды рассказали о причинах утреннего смога, который окутал Омск. Всему виной лесные пожары, которые сейчас полыхают в югре. Дым в регион принес с собой сильный северный ветер. Режим чрезвычайной ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе объявили еще 2 августа. Площадь лесных пожаров там на данный момент превышает 84 тысячи гектаров. Всего зафиксировано 65 очагов. В ликвидации огня участвуют около полутора тысяч человек. Задействована авиация. Добавлю, что смог от горящих лесов также добрался до Кургана, Екатеринбурга и Тюмени. Тем временем в региональном Минприроды отмечают, что еще одной причиной утренней дымки стал туман. Природное явление, о котором заранее предупреждали метеорологи. Визуально мы сейчас на территории города Омска и всей Омской области наблюдаем туман. Этот туман прогнозировали синоптики. И для данного времени года, для данных метеоусловий это нормальное явление. Но также на этот туман накладывается смог от лесных пожаров на территориях наших северных, северо-западных соседей. Поэтому мы видим превышение по оксиду углерода на территории всей области. Между тем, по прогнозам синоптиков, рассеется смог в Омске лишь завтра. Этому поспособствует ухудшение погоды. На Омский регион надвигается мощный атмосферный фронт с сильными ливнями, грозами и порывистым ветром. К слову, в некоторых районах области погода уже начала портиться. В Усть-Ишиме прошли дожди и выпал град. В правительстве региона сегодня чествовали строители. И в это воскресенье они отметят профессиональный праздник. За вклад в развитие отрасли, ведомственные грамоты и благодарственные письма вручили 95 специалистам. Это представители крупных строительных организаций региона. Всего же сейчас в отрасли трудятся около 30 тысяч человек. Работают более 5 тысяч компаний, которые занимаются не только возведением объектов, но и выпуском стройматериалов. Очень даже благодарен за награждение, что мой труд 40-летний в строительстве, как говорится, должным образом был отмечен. Моей обязанностью входит крутить раствор, бетон, именно вот непосредственно на строительство. Но мне нравится. И менять не хочу. Сейчас перед строительной отраслью региона стоят амбициозные задачи. Только до конца этого года планируется ввести в эксплуатацию 600 тысяч квадратных метров жилья. Работы в самом разгаре. Как разрастаются каменные джунгли, увидела Любовь Федорова. Поселок Амурский-2 стремительно разрастается. Здесь уже появились десятки новых домов. Сейчас строители возводят очередную высотку. На объекте работает около 40 человек. Стены нового этажа растут буквально на глазах. Со стороны кажется, ничего сложного, выкладывая бетон, сверху кирпич. Однако простой работа выглядит лишь на первый взгляд. Здесь на этой площадке, конечно, работают профессионалы. И у них работа спорится быстрее, чем у меня. Примерно за две недели они выкладывают целый этаж. Каменщик Александр Гордеев профессии 41 год. Рассказывает, за это время технологии строительства изменились. На башенных кранах появилось программное управление. Меняется и возведение домов. Стены там пошли, другие маленькие. Дома пошли заливные. Тоже раньше были только кирпичные, панельные. Омские специалисты не только возводят объекты. На предприятиях региона еще и производят все необходимое для строительства. Материалы, изделия, конструкции. Это позволяет не зависеть от поставщиков. Устроим материал, привозят почти со всего региона. В основном это омские материалы. Бетон омский наш из завода выпускается. Арматура. Сейчас перед строительной отраслью Омской области стоят амбициозные задачи в рамках реализации крупных национальных и инвестиционных проектов. Так, до 2025 года будет построено больше ста врачебных амбулаторий и ФАПов. В поселке Восточном появится поликлиника для взрослых и детей. Здесь смогут принимать больше 300 человек. Завершается сейчас и одна из самых грандиозных строек возведения новой G-Drive-арены. Сдать объект должны к 1 сентября. Увеличиваются объемы ввода жилищного фонда. Жилищное строительство. На первом, как сегодня у нас показывает месте, жилищное строительство. Уже по итогам полугодия у нас по статистике порядка 406 600 квадратных метров сдано. Это в 2,4 раза по отношению к 2021 году. Поэтому, конечно, идет у нас масштабное строительство. Естественно, к строительству мы сейчас относимся не просто как к точечному какому-то, а к комплексному освоению, чтобы мы продумали до мелочей, что человек должен жить, работать в этом месте. Но и также все объекты социальные, культуры и здравоохранения присутствовали. До 2034 года в Омске возведут современные микрорайоны «Зеленая река» и кварталы Драверта на Левобережье. Новые жилые комплексы появятся в Амурском поселке и на Московке. Любовь Федорова, Сергей Пайхалов и Павел Манжос. 12 канал. Студент, обстрелявший школьниц из винтовки, хочет обжаловать решение суда. 2,5 года условно, кажутся юноши, незаслуженно суровым наказанием. Сторона защиты уже подала ходатайство. Инцидент, я напомню, произошел год назад на путепроводе по улице Демьяна Бедного. Подростки решили устроить фотосессию на Виадуке. Но вот вместо эффектных кадров получили огнестрельные ранения. 17-летний житель частного сектора решил попрактиковаться на девочках в прицельной стрельбе. В суде парень настаивал, из пневматической винтовки целился не в подростков, а в птиц. Прокурор требовал для хулигана 3,5 года колонии, но судья постановил 2,5 условно. Теперь же выясняется, юноша с вердиктом не согласен, хочет смягчить приговор. Родители пострадавших школьниц возмущены, против выступают и представители прокуратуры. Сторона обвинения уже подала апелляцию с требованием ужесточить стрелку приговор. Объявлен набор водителей, готовых отправиться на Донбасс. В регионе продолжается формирование именных подразделений Иртыш, Авангард и ОМЬ. Среди наиболее востребованных специалистов водители категории С, Д и Е. Контракт заключается с Министерством обороны на 6 месяцев. Основные требования – возраст до 50 лет и отсутствие судимости. Напомню, по решению губернатора Александра Буркова, жителям региона, который отправится на Донбасс в составе именных род, единовременно выплачивается 100 тысяч рублей. За более подробной информацией можно обращаться по короткому номеру телефона 122 или же в пункт отбора по адресу улица 8 Марьяновская, 1А. Центр творчества «Созвездие» на улице Пушкина ждет большой ремонт, проведет его предприниматель Юрий Чащин. Накануне глава города Сергей Шелест подписал с меценатом соглашение, рассчитанное на два года. В здании планируется заменить окна, часть коммуникаций, сделать косметические капитальные ремонты в помещениях, а также привести в порядок крыльцо и фасад. Уже утвержден график работ, составленный таким образом, чтобы никак не помешать занятиям. Центр относится к учреждениям дополнительного образования. Конкретно в этом подразделении занимаются 160 дошколят. Наконец-то отношение к городу становится не как потребительское, а как к общему дому, где мы все проживаем. И для того, чтобы наш дом был красивым, комфортным, удобным, каждый из нас должен в меру своих возможностей помогать. Многим учреждениям требуются сегодня капитальные ремонты, обновления. Здесь дети, дети обучаются. А это, безусловно, очень важное, если не главная часть нашего города. Это наше будущее поколение, это наше будущее. Поэтому это вложение в детей, это потенциал развития. Нам очень хочется, чтобы и дети, и выросшие дети не покидали наш любимый город, не покидали наш любимый регион. По словам бизнесмена, это уже второе соглашение с мэрией. Первое было подписано 6 лет назад. Тогда предприниматель пообещал провести комплексное благоустройство участка улицы Пушкина от Масленникова до Маяковского, на котором расположены его объекты. Так появился Пушкинский бульвар с отремонтированными тротуарами, новыми парковками, фонарями, газонами и клумбами. Превратила квартиру в мусорный полигон. А мечи жалуются на соседку, которая коллекционирует хлам и в буквальном смысле отравляет жизнь всему дому. Из-за свалки, организованной пенсионеркой, завелись тараканы. По словам местных жителей, насекомые уже оккупировали несколько этажей, а в подъезде стоит нестерпимая вонь. Есть ли у права на незамечательную соседку, разбиралась Анастасия Донец. Вонь непередаваемая. Старая одежда, упаковки от продукта в пустые банки. Квартира Тамары Александровны похожа на свалку. Горы мусора почти полностью загораживают окна и дверные проемы. Из-за едкого запаха трудно дышать. Вольготно в этой обстановке чувствуют себя лишь тараканы да муравьи. Хотя бывают в нехорошей квартире и гости. Друзья Тамары приходят обычно по ночам. Веселая компания распивает спиртные напитки и не дает соседям уснуть. Они гуляли, они пьянствовали. У них тут такая компания была ужасная. Ужасно пели песни допоздна. Они не работают. И это, и гуляют. Всегда я к ней приходила, предупреждала, жаловалась на нее и говорила. Она сказала, я отдыхаю, я на пенсии. Прерывать свой отдых пенсионерка не захотела даже ради общения со съемочной группой 12-го канала. На вопросы корреспондента ответила кратко. Регулярно проводит уборку, а про насекомых вообще первый раз слышит. Здравствуйте. Здравствуйте. Соседи нам позвонили. Сказали, что от вас тараканы бегут. Нет, нет, у меня тараканов нет. У вас порядок дома? Нет, нет порядок. У меня нет тараканов. Что у меня нет, то нет. Договориться с проблемными соседями, как правило, получается редко. В таких случаях юристы советуют обращаться жильцам дома в профильные ведомства. Для начала в Роспотребнадзор. Специалисты должны выехать на место и составить акт. С документом можно обращаться в суд. И тогда уже Фемида заставит ответчиков привести жилье в порядок. Если такой способ не сработает, жалобу могут принять и в администрации округа. Администрация должна установить срок для такого собственника, в чене которого этот собственник должен устранить эти явные недостатки в содержании этого помещения. Если в этот срок, который тоже должен быть разумным, этот собственник не предпринимает никаких мер по устранению этих недостатков, администрация вправе, вправе, опять же, не обязана, вправе выступить в исковом производстве, в судебном порядке, изъять это помещение. Это крайняя мера. Пока жильцы дома пытаются решить проблему с нечистоплотной соседкой мирным путем, убеждают навести порядок в квартире. Параллельно занимаются и подготовкой документов. Говорят, если женщина не пойдет навстречу, просто вынуждены будут обратиться в надзорные ведомства и добиться выселения пенсионерки. Анастасия Донец, Матвей Олемский, 12 канал. Амечка разработала гид по безопасности для геолого-разведчиков. Проект Валерия Анпиловой позволил ей попасть в число полуфиналистов конкурса «Большая перемена». Студентку университетского колледжа МГПУ, а также еще 38 человек, отобрали из 14 тысяч претендентов. Амечка подготовила специальный сборник, включила в него все опасные ситуации, которые могут случиться с геолого-разведчиками, что называется, в поле. Ранее приходилось искать такие инструкции и в разных памятках единого сборника в России не было. К тому же, это единственный подробный гид, в который включены все природные зоны планеты от морозной Арктики до жаркой пустыни. Пока издание существует только в электронном варианте, но уже в конце августа студентка отправится в Красноярск, чтобы в очередной раз представить проект в полуфинале конкурса. Я хотела быть геолого-разведчиком, но потом поняла, что это очень сложно, потому что в основном это работа для мужчин, там очень тяжело, особенно суровые условия, далеко от семьи. В итоге, когда увидела сам список из 10 тем, на выбор я сразу же загорелась. Я ничего по сути другого не смотрела, сразу нажала. Выбираю эту тему. Напомню, конкурс «Большая перемена» проводят ежегодно, начиная с 2020-го. В нем уже поучаствовало более 2 миллионов школьников и студентов со всей России. Состязания ориентированы на активных, творческих ребят. Проявить себя можно в самых разных сферах – журналистике, волонтерской деятельности, здравоохранении и многих других направлениях. Ну а вот какие материалы мы готовим к итоговому выпуску новостей. Смотрите в 19.30. С пользой для здоровья и экономией для бюджета у Амичей появилась возможность оформить налоговый вычет за занятия спортом. Горожане могут вернуть 13% от покупки абонемента или же оплаты тренировок. Очень много клиентов, кто спрашивает, налоговый вычет покупают целыми организациями абонемента, чтобы этот вычет сделать. Много пенсионеров стало обращаться в связи с этим вычетом. И многодиетные семьи, и льготников больше появилось. Как получить компенсацию и для клиентов каких фитнес-клубов действует подобное предложение? Наталья Азмага подготовила подробную инструкцию. 50 оттенков севера. Омские дизайнеры открывают эко-выставку, которая призывает задуматься о загрязнении рек. Изначально проект планировался как всероссийский, но идею Амичей поддержали и за рубежом. В нашу арт-резиденцию прислали десятки принтов, в которых отчетливо видно, как рука человека ведет к глобальному климатическому сдвигу. Мутирующие рыбы, пятна мазута, нерастворимый в воде мусор. Эко-арт собрал все острые проблемы. Но в экспозиции не только негатив. Наталья Рогалева расскажет, как современное искусство побуждает взять на себя ответственность за происходящее в мире. Подробности в 19.30. Джазовые импровизации под открытым небом. Омская филармония готовится к проведению большого 10-часового музыкального марафона. На этот раз в парк на Королево приглашают любителей джаза. 20 августа здесь состоится сибирский джазовый фестиваль. Его арт-директор, друг Омской филармонии и выдающийся пианист, импровизатор Даниил Крамер. Для зрителей подготовили программу из 9 концертов. Артисты будут выступать на двух сценах, большой и малой. В афише известны российские джазмены и омские исполнители. Среди них участница шоу «Голос» Мари Корне, трибют группа «Леонид энд Фрэнс», а также король рок-н-ролла Денис Мажуков. Неповторимую атмосферу праздника джаза будут создавать и оформление парка. Стилистика парка, которую мы стараемся выдержать, и создана она будет с помощью джазового клуба. То есть там будут встречи, там будут фильмы демонстрироваться, которые связаны с джазом. Разных локаций, инсталляций и арт-объектов на джазовую тему. Поэтому все будет соответствовать нашей основной концепции и идее познакомить с разнообразными направлениями джазовой музыки. Не смогли порадовать болельщиков свой первый в нынешнем сезоне домашний матч. Футболисты РТШ в сухую проиграли соперникам из Ижевска. Уже на 18-й минуте встречи отличился нападающий гостей Вячеслав Журавлев, а на 64-й мяч ворота Речников отправил форвард «Зенита» Данил Наговицын. А мячей на своем поле не смогли забить даже гол престижа, уступив 0-2. Хотел извиниться за результат. Но в принципе мы ничего не выполнили, ничего не получалось. И как следует от этого результат такой. То, что РТШ совсем не преуспел в созидании, вина обороны Ижевска? Или вы, может быть, немножко подгорели все-таки первый матч перед своими болельщиками? Да, ну не знаю, может и подгорели, но они достаточно хорошо, компактно оборонялись в принципе. Мы должны были все равно забивать, но создали мало момента, сами виноваты. Сразу после матча поддержать омских футболистов в раздевалку РТШ пришел глава региона Александр Бурков. Ну ладно, что, мужики, не вешать нос. Еще только начало, да, игрового сезона. Амичи вас верят, надеются, поэтому давайте дерзать. Все, что могли мы со стороны области и города сделали, теперь только все зависит от вас. Свой следующий матч РТШ проведет также на своем поле. В эту субботу, 13 августа, амичи сыграют с Амкаром Пермию. Время загадывать желания. Метеорный поток Персеиды достигнет своего максимума предстоящей ночью. Это самый яркий звездопад года. Наблюдать за ним лучше всего за городом, однако есть вероятность, что амичи в этот раз будут лишены такой возможности из-за смога. Если ветер будет слабый, к вечеру дымка не рассеется. Впрочем, астрономы все же надеются, что наблюдателям повезет. Кстати, помимо звездопада, удастся амичам увидеть на небосводе и три планеты. Сатурн, Юпитер и Марс. У нас взойдет Луна и чуть выше ее Сатурн левее. Все, легко найти. А потом у нас восходит Юпитер, он виден всю ночь. Где-то в час ночи Луна. Потом самая яркая звезда на небе Юпитер. Левее красненький Марс будет. Ну, а правее вот Сатурн, вот так, три ярких планеты. Далее прогноз погоды. Ну, а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Завтра, 12 августа, в Омске пасмурно возможен дождь. Температура воздуха в ночные часы до плюс 22, а днем 22-27 градусов тепла. В районах переменная облачность, дождь ночью плюс 13, плюс 15, а дневная температура 21-26 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Пока это все новости итоги дня, как обычно, подведем в 19.30. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!